здравствуйте дорогие телезрители в эфире очередной выпуск программы разговор о медицине тема сегодняшней программы это депрессия у детей-подростков патология или физиологический процесс надо сказать что подростковая депрессия вообще-то очень такая серьезная медицинская проблема и она проявляется чувством такой стойкой печали нежеланием заниматься какой-то и каким-то видом деятельности депрессии нельзя относиться спокойно и как-то соотносить ее со слабостью ребенка или с его характером или с каким-то там дурным воспитанием на самом деле подростковая депрессия она иногда приводит к очень печальным последствиям и в последнее время даже есть случаи суицидальных попыток в несколько месяцев вот уже как будоражит ульяновска такие печальные грустные новости что подросток покончил с собой как уберечь своего ребенка от роковой ошибки и сегодня у нас в студии лисютина елена ильгизовна врач-психиатр ульяновской областной психиатрической больницы имени копсова и у меня такой вопрос скажите пожалуйста каковы симптомы депрессии у подростков это нарушение обучение в школе то есть ребенок перестает успевать по школьной программе часто начинает пропускать занятия но опять же не из-за того что он такой вот становится плохим да из-за того что он чувствует что он стал по-человечески говоря более глупым он перестает усваивать материал ему становится стыдно чувство вины и поэтому он старается избегать вот этой ситуации появляются пропуски в школу появляется посещение школы вот следующее ребенок может быть двигательно заторможен то есть она может становиться медлительным может быть более медленная речь может быть более сонливый ребенок вот он стал какой-то не такой родители говорят вот раньше был активный жизнерадостный а сейчас стал какой-то медленный грустный а еще одним с проявлением депрессии подростковом возрасте могут быть самопорезы часто можно увидеть у подростков на запястьях или если они скрывают на бедрах небольшие порезы то есть у детей может быть настолько тоскливые тяжелые вот этого душевное ощущение что они с помощью вот этой физической боли стараются облегчить это состояние то есть нанеся себе порез не с целью суицида да с целью облегчение вот этой вот душевной боли то есть это ряд вот таких вот проявлений на которые нужно обращать внимание и их нельзя проглядеть потому что впоследствии могут быть более серьезные проблемы ну то есть вот родители заметили то что мы сказали сейчас описали очень так хорошо красочно я думаю что все запомнят это такие признаки тогда какие шаги должны быть у родителей вот они это обратили внимание что на самом деле вот ну первое на первое когда видно что с ребенком что-то не так для начала с ребенком нужно поговорить просто поговорить просто начала поговорить что тебя волнует почему так вот почему-то пропускает школу и разговаривать нужно не в обвинительном тоне до нужно поговорить попробовать в подростком поговорить как с равным человеком пытаться раскрыть до раскрыть потому что когда Когда начинаются нравоучения с позиции родителя, дети закрываются, то есть они начинают искать источник общения с подростками, со своими сверстниками, или в каких-то компаниях, где их поймут, где их примут. Часто это компании могут быть не очень хорошие. Если родители не понимают и начинают с этой позиции разговаривать, тогда это очень плохо. Поэтому перво-наперво нужно разговаривать с позиции равного. Что с тобой, что случилось, почему так, почему ты пропускаешь. Часто дети ведь скрывают проблемы и в школе, и проблемы с какими-то, что-то их не устраивает в семье. Они боятся об этом сказать, потому что нет у этого контакта. То есть перво-наперво нужно установить с ребенком контакт. Если все-таки выяснили, что у ребенка вот такие вот депрессивные проявления, да, конечно же нужно обращаться к специалистам. Не бояться, не стесняться, в этом ничего зазорного нету, хотя многие считают, что обратиться к психиатру это так страшно. Нет, это не страшно, это нужно, потому что последствия необращения к психиатру могут быть вплоть, как вы сказали, до смертельного исхода. Потому что депрессия, она страшна суицидальным поведением, она страшна суицидами, которые могут развиваться у подростков. И поэтому здесь не нужно ничего бояться, нужно брать себя, потому что перво-наперво нужно взять родителей в руки сами себя, поговорить с подростком и непосредственно обратиться к специалистам, к психиатрам. Если к психиатрам страшно, хотя бы к психологу для начала, да, который впоследствии, если он увидит, что уровень расстройств все-таки выходит уже за психологические какие-то рамки, направит непосредственно к психиатру, к специалисту более уже серьезному. Ну, то есть вот мы подошли к такой теме, что не надо бояться, не надо как-то там скрывать это все внутри семьи. То есть нужно это выносить именно на специалистов, обращаться к врачу. Тогда, ну, вы уже сказали этих специалистов, какие врачи, но все-таки вот давайте поподробнее скажем, где это, по месту жительства или в какую-то специальную больницу надо ехать или в поликлинику. Потому что сейчас, ну, все знаем, что национальный проект здравоохранения, да, повышение доступности и качества, в том числе медицинской помощи детям именно, да, и это инициировано президентом и на контроле губернатора стоит. И поэтому вот именно по доступности давайте расскажем, как. В каждом районе нашего города находятся у нас кабинеты детских психиатров. В принципе, они вполне доступны, ничего, никаких проблем по обращению не должно быть. То есть, если мы говорим, на этой стороне это Кирова-20, у нас находятся детские психиатры. За Свяжей, на Камышинской находится детская поликлиника, там также сидит психиатр Свяжского района. На противоположной стороне у нас это Верхняя терраса и Новый город, там та же и детские психиатры. Но если уж, в конце концов, так страшно и не могут люди часто найти детских психиатров, у нас есть диспансерное отделение психиатрической больницы нашей, это 67-я маршрутка, 68-я маршрутка, диспансерное отделение. Там также сидят врачи, которые также компетентны в вопросах детской и подростковой депрессии. Можно обратиться туда без записи, своими ногами, в тот же день обращения будет оказана и консультативная, если необходима диагностическая и лечебная помощь. Ну, мы как-то, я думаю, убедили родителей, у которых есть такие проблемы, может быть, с детьми. А как подготовить ребенка к визиту врача? Ну, на самом деле, опять же, все сводится к разговору. С ребенком нужно поговорить, выяснить. Часто дети, самое интересное, они сами тяготятся своим состоянием, они ищут помощь. Они, может быть, не могут прямо заявить о том, что им нужна помощь, но они какими-то своими действиями кричат, помогите нам. Вот, и часто, если ребенку сказать, пойдем, сходим к врачу, пойдем, сходим к психиатру, ну, и объяснить, для чего это нужно, да, потому что вот то-то, 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 да. То, что мы обратимся к психиатру, это не значит, что тебя положат в психушку, и ты там будешь лежать, и тебя не выпустят. Потому что это боятся. Или то, что тебя сразу поставят на учет. На учет у нас ставят только по согласию пациентов и их родителей, маленьких пациентов и их родителей, да. Никто у нас сейчас никаких насильственных мер нет. Никуда не сообщит, ничто не будет, то есть все конфиденциально абсолютно. Абсолютно, то есть придет человек, получит помощь, никуда ни в какие на учеты его не поставят. Депрессия у нас не является таким заболеванием, с которым ставят на учет. Я вас умоляю, вот. Но при этом помощь будет оказана. Поэтому нужно поговорить с ребенком. Но на крайний случай, если ребенок уж не соглашается, да, там, категорически нет, ну, замените слово психиатр на психолог. Ну, как вариант, конечно, возможно. На психотерапевт, в конце концов, да. Потому что ведь помощь при депрессиях оказывается и психотерапевтическая в том числе. Та же самая беседа, когда часто приходят подростки, и они очень часто не могут родителям сказать то, что вскрывается в беседе с врачом. Вот. И беседа с врачом может быть конфиденциальна без родителей с 15 лет. То есть, если ребенок в 15 лет пришел и сказал, я хочу поговорить с вами без родителей, мы имеем право сказать с родителям, вы идите, пожалуйста, мы поговорим с ребенком. А иногда может даже и лучше так. Конечно, да. Вот. То есть, все на самом деле решабельно, и все это не так страшно, как люди думают. А еще такой вопрос. А вообще, что приводит к подростковой депрессии? Какие причины? Вы знаете, вот именно подростковая депрессия, вообще у нас депрессии делятся на две большие группы. Это эндогенные и реактивные депрессии. Эндогенные депрессии – это уже генетически обусловленные депрессии. По наследству, то есть? Да, наследственный фактор. То есть, наследственный фактор есть? Есть. Но все-таки подростковая депрессия – это часто реактивная депрессия. Приобретенная, так скажем. Действия внешних факторов, то есть психогений каких-то, психопатогенных факторов приводят как раз к развитию депрессии. Ну что к этому может приводить? Это семейные конфликты. Это конфликты между детьми, родителями, конфликты между двумя родителями. Семейный алкоголизм часто очень приводит к депрессии. Это недопонимание в школьных, в школах, в этих организациях, может быть, травля в школе, чувство отчуждения, одиночества. Это потери, это потери близких людей как в результате смерти, так и в результате развода родителей. Это насилие, физическое, психическое, сексуальное насилие в том числе приводит к депрессии. Ну и вообще, все-таки перво-наперво это семья, это непонимание, когда ребенка не понимают, когда ребенок чувствует себя ненужным. То есть это все-таки ближний круг? Это ближний круг чаще всего приводит к таким депрессиям. Потому что в семье, где есть взаимопонимание, где в семье разговаривают друг с другом, депрессии вряд ли будет у подростков. Ну мы сказали о самых страшных последствиях подростковой депрессии, тут суицидальной попытки. Но может быть, есть еще какие-то осложнения? Может быть, это может перейти в какое-то даже психическое заболевание или какие-то другие вещи? Ну как таковая, все-таки вовремя диагностированная и пролеченная депрессия не приводит к никаким осложнениям. Если же все-таки депрессию не продиагностировали, может быть... Ну да, в том случае, если самотеком пошло. Самотеком идет, может быть развитие тяжелой депрессии. У нас есть несколько стадий депрессии от легкой, средней и тяжелой. Тяжелая депрессия – это очень тяжелое состояние, когда ребенок может просто не вставать с кровати, ни на что не реагировать. Из этого состояния очень тяжело вводить, это только стационарное лечение помогает при данном состоянии. Может быть, невротическое развитие личности. Что это значит? Когда ребенок начинает вообще весь мир воспринимать в черных красках. По жизни. То есть перестает получать радость от жизни. То есть становится таким очень грустным человеком. Вот, как мы сказали, чувство тоски, какой-то грусти, печали, немотивированной. И он это проносит по жизни. И это на самом деле не очень хорошо. Это приводит в том числе и к социальной дезадаптации ребенка. Потому что тяжело адаптироваться, когда все вокруг черное. Черным черно и белым нет. Конечно. То есть вот это основные. А вот прям психических расстройств каких-то осложнений нет. Может быть, депрессия в рамках других расстройств. Но это уже немножко, наверное, будет другая тема. А вот такой простой вопрос. Если родители просто увидели, что ребенок заходит на сайты, где пропагандируются какие-то вот такие суицидальные темы. Как поступить в этом случае? Опять же, с ребенком нужно поговорить. Для чего он на эти сайты заходит? Это дань моды. Причину, то есть. Да, причину. То есть, может быть, его ровесники сказали, вот там есть такой классный сайт, иди-ка зайди-ка посмотри-ка. И он однократно пошел, посмотрел. Если же это становится систематическим, вот этот вот нездоровый интерес к суициду, все-таки нужно взять ребенка за руку и пойти к специалисту, чтобы исключить самое страшное. Вот эти вот суицидальные намерения. Потому что вот это вот частое увлечение, допустим, если он не один день смотрит, а в течение месяца, ну, в неделю, да, возьмем, мама с папой видят, что вот он заходит на эти сайты, это может быть признаком суицидальных намерений. Поэтому тут уже нужно бить тревогу, ничего не бояться, брать и идти, и спрашивать, и разговаривать уже с врачом. Ну, мы уже сказали о том, что самое главное – это своевременное обращение к специалистам. Все-таки, да, не вариться в этой теме, стараться все-таки обращаться сразу к врачам, к специалистам. А, ну, все-таки, давайте коснемся темы, как лечить подростковую депрессию. Ну, лечение подростковой депрессии, оно может быть, как я сказала, как стационарное, так и амбулаторное. Опять же, лечение проводится только под контролем врача. Да, потому что лечение, вообще, вот в современные исследования доказали, что золотым стандартом лечения является сочетание фармакотерапии и психотерапии. То есть оно комбинированное? Оно комбинированное чаще всего. Препараты подбираются совершенно индивидуально, дозы подбираются индивидуально, и это может подобрать только специалист. Никакие антидепрессанты, там, самолично родители не могут назначать, потому что даже мы специалисты, когда назначаем, мы начинаем от одних минимальных доз, доходим до средних доз, потому что препараты достаточно серьезные. В некоторых случаях могут быть использованы транквилизаторы, если превалирует тревога. И методы психотерапии, это когнитивно-поведенческая психотерапия, в основном используется, потому что она единственный метод доказанный, который эффективен при депрессиях. Она используется. Могут быть другие вспомогательные методы психотерапии, но, опять же, план и фармакотерапии, и психотерапии составляется, исходя из причин, из семейных проблем. Кстати, когда есть семейные проблемы, в идеале, еще когда проводится семейная психотерапия при работе с родителями для улучшения семейного климата. Поэтому здесь необходимо, опять же, идти к врачу. Понятно. Скажи, пожалуйста, а есть какие-то меры предупреждения или профилактики подростковой депрессии? Профилактика сводится к тому, что с ребенком нужно общаться. То есть должен быть контакт с ребенком. С ребенком нужно разговаривать. Нужно интересоваться тем, чем ребенок интересуется. Нужно знать, где твой ребенок, где сейчас, в каждую минуту времени. Это не значит контроль, но ребенок должен находиться под названием... Сейчас он на секции, сейчас он гуляет, сейчас он там. Потом нужен все-таки контакт со школой. Нужно контактировать с классным руководителем, интересоваться, какие отношения у ребенка в школе. Если там, опять же, снизилась успеваемость, по каким причинам снизилась? То ли нарушение взаимоотношения со сверстниками, то ли реально ребенок недопонимает, не получается. То есть нужно ребенком интересоваться. Если ребенком интересуется, депрессии не бывает. То есть не просто посещать родительские собрания периодически, а именно приходить и надо общаться с классными руководителями, говорить, как успеваемость и так далее, как он себя ведет в классе. Разделять интересы ребенка, увлечения ребенка. То есть действительно не делать вид, что мы такие родители, а реально быть родителями, которым интересен их ребенок. А в каком возрасте все-таки родителям надо быть готовыми к тому, что может возникнуть, то, что мы сейчас говорим именно в депрессии. Депрессия у нас чаще все-таки развивается в пубертатном периоде, период полового созревания. Сейчас он у нас может быть из 10 лет, потому что акселерация идет значительная. Ну вот возьмем, допустим, от 10 до 18 лет. То есть этот перемежуток, когда идет как раз гормональный взрыв у подростков, вот в этот период нужно за детьми по большей части более внимательно смотреть. Ясно, спасибо большое. Вот такой разговор у нас сегодня получился. Всем желаю здоровья. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов.